Всем привет! Вышел, значит, у нас баланс патч, я быстренько по нему прошелся, с опозданием, к сожалению, дома у меня не было. Да, неважно. Значит, сейчас будем более точно, более конкретно читать, я вчитываться хочу, желательно, вместе с вами, было бы неплохо, если бы вы в комментариях свое мнение написали, и мы могли это обсудить. Потому что для меня баланс патч одна из самых интересных вещей в этой игре, и было бы довольно интересно. Ну и лайк можете поставить, если не трудно, но это не очень важно. Что ж, давайте начнем. Давайте вот так, для тех, кто, может быть, не читал, будем... Ладно, о чем нет. Первый у нас идет снайпер огня. Мертвый глаз от его пассив, уменьшает защиту на 2 хода, теперь будет уменьшать на 1. Справедливо, как по мне. Монстр все еще будет очень хорошим, так как дамаг все еще огромный, лидерка на скорость все еще есть, раскол все еще есть. Более чем справедливо, все еще будет сильный, но не настолько имбовый. А может и настолько, не знаю. Нормально. Значит, призрак, вода, огонь, тьма. Исцеление это второй скилл, значит, увеличение откат навыка на 1 ход. Короче, не каждые 2 хода теперь будет, а каждые 3 хода тоже довольно-таки справедливо. Монстр все еще будет довольно хорош, просто менее противный. Но все еще, я думаю, он будет противный. Но 2 хода было совсем тяжело. 3 хода это уже, опять же, сбалансировано. Пойдет. Да, огненного тоже апнули. Исцеляет союзника самым низким здоровьем, теперь будет на 20% и также может исцелить самого себя. Его все равно почти никто не использует, поэтому вряд ли это что-то изменит. Дальше идет у нас темный. Размер щита, щит, пропорциональное количество нанесенного урона. Теперь щит будет пропорционален своему максимальному здоровью. Да, наверное, это все-таки будет получше. Делать его очень жирным. Он там интересный монстр, но на деле он не очень. Он стрипает довольно редко. Поэтому, опять же, не думаю, что это сыграет какую-то большую роль. Им, наверное, поиграются 1-2 дня в роликах и все. Дальше у нас идут анимуши. Короче, общий призрачный разрез это первый скилл снижения урона на 20 почти процентов. Почему 19? Я не знаю, меня очень бомбит от такого. Потому что я немножечко перфекционист, и в виде 19, а не 20 меня очень сильно бомбит. Да, снизили на 20 процентов. Не знаю, анимуши мне очень сильно нравятся, но да, они были слишком сильны для 4-звездочных монстров. Хотя, опять же, все ими пользовались, никому они не мешали. Пойдет. Можно сказать, что справедливо, но, опять же, можно было и без этого обойтись. Ветреная анимуша. О, его имя забыл. Какие? Фуки. Фуки. Фуки, ага. При атаке во время своего хода наносит дополнительный урон. Равный 20 процентов было, теперь будет равный 15 процентов. Еще слабее он будет бить по сравнению с остальными. Все же монстр, наверное, будет неплох. Просто послабее, да? Да, но ему, да, ему-то урон чересчур, кажется, сильно порезали. Не знаю, посмотрим. Вряд ли он станет прям плох. Дальше идет темный анимуша. Он будет наносить на 30 процентов больше урона вместо 50. Это особо ничего не изменит. Опять же, будет менее имбовый. Хотя, говорить имбовый, он просто бьет очень сильно. У него нет такого, что он прям импакт огромный вносит. Но бил он очень сильно. Будет бить чуть-чуть послабее. Вряд ли это особо сильно что-то изменит. Монстр все еще прикольный. Дальше идет у нас Байсон Огня. Короче, на втором и третьем скилле он теперь понижает индикатор атаки не на 30 процентов с каждым ударом, а на 15. Тоже сказал бы справедливо. Вполне себе неплохо, не будет уже так сильно он понижать атак бар. Поэтому пойдет. У меня его все равно нет, поэтому мне только в плюс. Будет легче против него драться. Да, дальше идут Валькирии. Тут я немножечко офигел. Значит, а кроме Валькирии Света, ее почему-то нерфанули. Теперь уменьшает шанс получения союзникам крит-удара не на 30 процентов, а на 15. Я за весь сезон, за 800 отыгранных боев на РТА, встретил ее один или два раза. И выиграл. Особо она импакта не вносит. Даже в команде там с Молли. Молли все еще лучше, чем Акрома. Серьезно, не знаю, зачем они это сделали. Это был прям идиотизм. И проблема тут не в описании, просто какой-то идиотизм. Не самый сильный монстр, она средняя. И ее нерфить было очень глупо. Ну и фиг с ним, по камтуасы. Дальше у нас общие. Значит, они теперь будут увеличить откат навыка врага на один ход с 20 процентов. А, 20 процентный шанс. Меч обета это первый, да, скилл? С 20 процентным шансом. Ну, чисто как бонус для, значит, для этой, для Камилы это хорошо. Потому что у нее, по сути, первый и второй скилл используются. Поэтому для нее это будет вполне себе неплохо. Больше шанс будет в соло кого-то разнести. Опять же, да, тут жаловаться нельзя. Баф есть баф. И М7 уменьшили откат на втором скилле на один ход. Тоже печаль. Что я имею ввиду? Тоже неплохо. Значит, Ванесса будет раскол чаще кидать. Ну и вода, свет. Опять же, свет. Кто ей теперь использовать будет? Неплохо. Валькирии могли бы получше, конечно, апнуть. Я ожидал чего-то большего, но... Есть, есть. Я ни одной Валькирии не играл. Мне особо... Это неважно. А, значит, Катерину апнули. Раньше была атакует врага, восстановится взрыв на третий, наносим урона, в случае гибли урага на один ход, а предоставить неуязвимость. Теперь наносите урон, в случае гибли урага на один ход, а предоставить неуязвимость. И сбрасывает время откат навыка, излучающий меч. Прикольно. Прикольно, может быть полезно. Я ее не играю, но на ГВ захват монстр хороший. И будет сама себя откатывать третий скилл, если вторым кого-то убьет. Неплохо, как бонус. Вполне себе. Жаловаться на это точно никто не будет. И Тринити. Валькирия тьмы. Она там делала какую-то фигню. А то вы восстановили свой здоровый на третий, наносим урона. А, это второй скилл. Чтобы наносим урона, в случае гибели обретает неудивность, сбрасывает время откат, наверное, рагнарек. Это бесполезно. Она если походит третьим ском, то, скорее всего, все уже умрут. Потому что это будет клипачка. До второго скилла вряд ли дойдет. Не знаю. Не знаю не то, что ей было нужно. Не очень, короче. Как по мне. Водная чародейка создает один камень в начале боя. Это неплохо. Сразу будет возможность кого-то воскресить. Это вообще сразу, когда ее добавляли, надо было делать. Но пойдет. Особо ее не используют. Вряд ли начнут из-за этого ее особо использовать. Но опять же, почему бы и нет. Бонус есть бонус. А, ветреную, значит, апнули. Раньше она увеличила силу атаки только. И 5% каждый раз, когда монстры атакуют врага. И на 5% больше при каждом нанесении крит удара. Силу атак можно до 500% было. Сейчас каждый раз, когда союзник атакует врага, сила атаки и защиты увеличена на 10%. Получается, каждый союзник. Теперь она это не делает. Не получается, сколько бы раз союзник не атаковал, даже если 8 ударов за раз, все равно только на 10%. И максимум до 300. Она опять же остается ни рыбой, ни мясом. Она даже с 500% особо не дамажила. Теперь она будет жирной. Дамажить все равно не будет. И все, что у нее есть, это раскол на втором скиле. Я могу ошибаться, но, как по мне, все еще совсем не то, что нужно. Тем более, каждый союзник, даже если все союзники прокнут, на 60% она атакует. Надо 5 раз, чтобы все еще с Виола походили, чтобы все походили. Короче, не знаю, кто найдет ей применение. Ему отдельно в раю будет место. Я не уверен, что что-то крутое из нее выйдет. Архангел, Огонь и Тьма, да. Теперь они кидают, короче, раскол с 50% шансом на один ход. На один ход это плохо, потому что, ну, очень быстро, да, сойдет. Это он должен прям первый пойти, кинуть раскол, и сразу за ним кто-то должен походить. И с 50% шансом. Не очень, не очень. Могло быть получше. И продолжительный урон теперь на 2 ход, а не на 3. Ага. Не знаю. Опять же, как бонус неплохо, так и дает раскол, кто будет против. Может с Виолити ударить с первого, с Виолити ударить со второго. Не знаю. Не знаю, вряд ли это сделает их снова топовыми. Огненный все еще хороший, темный. На ГВ захват иногда кто-то юзает, но вряд ли это их прям сильно изменит. Ага, Архангелы воды, света ветра. Это троица, которые чисто хил машины. Значит, добавлен эффект. Увеличить защиту все еще на 2 хода. Это второй скилл. Приятно. Опять же, жаловаться на это никто не будет. Но второй скилл все еще, как по мне, слабоват. Нужна или иммунка, или клинс. Потому что, как по мне, он все еще хуже в уру. Да, защиту арены лучше, но... Не знаю, у меня арель полностью прокаченный. Я не против. Защита хорошо, с пандой ветра будет еще лучше работать. Так что, пусть будет, баф есть баф. Дальше у нас пошли единороги, да. Вода и свет теперь провоцируют на 2 хода. Логично, справедливо. Будет еще противнее. Водные иногда этим мешают, даже на 1 хода. На 2 хода еще хуже, но... Справедливо. Тут ничего сказать нельзя. Хороший баф. А кто у нас дальше? А, огненный. О, оно у меня есть. При атаке во время своего хода восстанавливает свое здоровье теперь на 20%. Это первый скилл, что ли? Спасибка. Добавление увеличит свой индикатор атаки. Она же ей так кажется увеличила. Или просто теперь увеличивает, а не поглощает. Если просто увеличит, то круто. При этом теперь еще больше хилится. Может быть, я ее даже прокачаю. Выглядит прикольно. Она не самая топовая, но посмотрим. Посмотрим, звучит неплохо. Светлая, которой ни у кого почти нет. Теперь крит-утар на 50. Теперь крит-утар на 15. Да, неплохо. Вполне себе пойдет, как саппорт. Вряд ли сильно это увеличит ее. Применение, но пойдет. Думаю, неплохо. Дальше темная. Вот ее прикольно апнули. Отражала 30% полученного урона обратно врагу. Теперь отражает всем врагам. Поэтому если кто-то вас очень сильно ударит, он всем своим устроит проблем. Очень интересный баф. Я бы хотел посмотреть, как ее кто-то шотает. И шотает одновременно всех своих союзников. Прикольно, особенно против кливеров. Я думаю, зайдет прекрасно. Прикольный баф. Я бы ее хотел. Последователи, да. Что-то большой прям патч. Последователи. Значит, вода, свет. Ага, вуса и негонг. Наносят урон. Теперь прописан 20% от своего максимального здоровья. Это не особо нужно, но будут дамажить теперь. Да и дамажить явно сильнее. Если прям 20% здоровья будет уходить в урон, то это довольно неплохо. Посмотрим. Все зависит от дамага. Если он будет довольно хорош, то почему бы и нет. Опять же, они не ДД. Но, опять же, как бонусом, отлично. Огонь, ветер, тьма. Увеличение урона. Да, ясно. Как я вижу, с самого увеличения урона, тем более, на меньше, чем 20%. Да, это всегда смешно. Ветер на лапу. Да, пригибли. На 50%. Мне кажется, или у него было 50%. Они его нерфанули до 30%, потом вернули до 50%. Возможно, я ошибаюсь. Опять же, немногие его используют. У меня его вообще нет. Но, опять же, просто тупо бонусный баф. Ничего особо не изменилось. Дракон седьмой увеличение урона ясно. Добавлено наношение урона, гонорющие эффекта противостоящей смехи. Эти врага. Против, получается, Трианы. Против, получается, кто-то еще есть. Да, по сути, Триана, Хлада, Миха. Нормально. Нормально. Опять же, топом это из него ничего не сделать. На арену просто, наверное, чаще будет использоваться. Против Трианы. Пойдет. Нигонг. Добавление эффекта уменьшает урон, получаемый союзникам, защищенным на 5-ом во время отката навыка небесная защита. Это ничего не изменит. Они же это понимают. Прикол в том, что он невероятно скучный. Да, в защиту арену его можно использовать, но только ради этого брать его еще на РТА или еще куда-то. Он все еще невероятно скучный. Не знаю, не думаю, что это сильно что-то изменит. Не люблю, когда такие прям очень мелочные бафы. Не знаю, не знаю, мне не нравится. Водная Сильфида. А, не кто-то еще помнит? Пробудить. Уменьшает откат навыков на один ход, если на союзнике нет дебафов для снятия. Целительную... Ааа, я понял. Неважно, короче. Вряд ли это... Если у него нет дебафов, зачем мне его просто хилить? Какой же идиотизм. Сильфида Свет. Ее волкнули. Накладывали на один ход на союзнике с полным индикатором здоровья. Сильфида Свет. Был к самим ветра. Это третий скилл. Или какой? Третий. Я накидала баф защиты. Ой, да. Прикольно. На один ход мало, но прикольно. Она и так хорошая была для ГВ захвата. Теперь с иммункой, возможно, иногда будут на мировую арену использовать. Пойдет. Ветренный Анубис. При возрождении навыков. Возрождение Блон использует навык... Ааа, клеймо будет кидать на врага. Использует... Там кажется еще раскол или только клеймо. Кажется только клеймо. Короче, прикольно. После смерти будет кидать клеймо, затем еще сильнее ударит. Круто. Хорошая игрушка. Бафнули. Класс. Небесный танцор. Огонь. Добавим и уменьшать защиту на два хода с 30% Небесным шансом. Недолговечность. Это третий скилл. Не знаю, кто его, зачем ее использовать на чудовищ. Без нее вполне можно обойтись. Не думаю. Не знаю. Темную апнули. Поднятие настроение. Увлечение. Индикатор таксистов с полным дегонам. Не 15, а 20. Пойдет. Все равно ее не у кого нет. А, водный вампир. Теперь он всегда наносит критический удар по монстрам, стихии огня. Атакует всех 5 раз, как он и делал. И кидает расколу на врагов с 20% шансом. Немного, но 5 раз атакует, так что шансы не так уж плохие. На сему урон увеличивается по мере снижения здоровья врага. С этим могут придумать что-то интересное на дракона. Но не уверен, что это будет лучше Трикару. Посмотрим. С этим что-то интересное в будущем быть может. Я бы посмотрел на 5 вампиров на драконе. Выглядело бы это наверняка прикольно. Анимация скилла мне нравится. Там очень прикольная анимация. Ветренное увеличение урона накладывает клеймо на 2 хода. Ну, зачем его куда-то использовать? Только на гидру он может зайти, но и без него там обойтись можно. В плане, кошка ветра есть. Она кидает клеймо. Зачем делать вампира? Непонятно. Темного апнули. Снимает баф с 80% шансом. Ладно. Светлый. Получил от врага смертельного. Снимает с себя все дебафы. Ничего себе. Вот это круто. Вот это круто. Это очень хорошо. Так, ему кидали там, не знаю. Раскол атаки, гланс, все дела. Станы. Сперва будет снимать все дебафы, если получит смертельный удар. Очень крутой баф. Очень крутой. Вот это мне нравится. Рыцарь магии. Вода, тьма. Уменьшать защиту 70%. Ну, тут ничего интересного. Уменьшение от хатнамка на 1 ход. Ладно. Не особо ее используют. Ну ладно. Ага. Лучницы. Изменить эффекта взаимосвязи стихий. Если атакующий обладает более сильной стихией, снижает защиту на 2 хода. Если атакует аналогично, снижает защиту на 2 хода. Если атакует более слабый, усыпляет на 1 ход. А, теперь оглушает на 1 ход. Как интересно. Ух ты. О, более слабый. Получается, шанс же будет как бы ниже оглушить. Разве нет? Впервые такое я вижу. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Очень прикольно. Мне нравится. Водная лучница. Атакует врага, каждый из которых имеет 2 хода. Оглушить его уроны. Вряд ли это что-то изменит. Вряд ли. Огненная лучница. Наносит предложительный урон 60%. Кому это надо? Вода, огонь, тьма, понижает скорость. Не важно. Уличение урон на 7. Ясно, все ясно. Почему ты светлая лучница? Ее, кажется, уже второй раз бахнули. При этом в игру ее обратно не добавили. Точнее, нам не раздали. Непонятно. И темная лучница. Я ее, кстати, скормил. Уличение шанса на 20%. За каждый бап. На себе урон скорректирован в соответствии с изменением эффекта. Приколь. 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 Непонятно, но приколь. Я ее все равно скормил, к сожалению. Но посмотрим. Тут тоже бывает иногда интересно. Будет эффект пробуждения некоторых монстров. Валькирия тьмы. Уличение шанса критудара. Это хорошо. Еще бы тип ей изменили. И можно сказать, что монстр неплохой для клипа. Только бы тип ей изменить. Кстати, пустыня огонь всех мер. Да. И увеличили скорость на 15. Это сколько у нее было? 99, кажется. Плюс 15. У-у-у. База скорости в 114. И она у меня есть. Это хорошо. Она будет очень противной. Только это не отменяет того факта, что ее будут резистить. Да. Посмотрим. Леди из зата тьмы. Увеличить стойкновение. А, усиливает навык разбития. Усиливает навыка. Снимает 1 баф с 50%. Это второй скилл. Массовый. Атакует 2 раза. И снимает 1 баф с 50% шансом. Это очень хороший для нее баф. Хотя она не ДД. Но кому-то другому может стрипнуть и кинуть раскол. С не самым высоким шансом. Но. Опять же. Жаловаться никто не будет. Неплохо. Дальше идет у нас Архангел. Общие. Ооо. Им повысили скорость. 100 скорости. Теперь это неплохо. Теперь это не 95. Это 100. Хорошо. Это тоже хорошо. Лидерки. Небесным танцором. Ваде. Улиси. Ваде. На 28% в контенте гильдий. Ясно. Монстр, который хилит. Который. Как его. Клинсит. Который стрипает. Который кидает. Скользящий удар. Гланс. Получил такую большую лидерку. Тем более водный. Вроде водных у нас еще не было. С лидеркой. Кроме Галеона. Но он только для Роскова. Очень противно будет она на ГВ. Очень будет противно. Поверьте мне. Это будет очень противно. Огонь и ветер. Здоровье и защита. Но защита огню. Зачем? А часунки. Пойдет. На 33% часунки. Ладно. С головой. И лидерский навык. Проповедница. Хлоя. Увеличивает скорость на 20%. Бюджетная лидерка. 20%. Пойдет. Пойдет. Вполне себе пойдет. И... А. Ну это просто изменяемся. Короче. Что можно сказать по патчу? Во-первых. Огромный. Очень много занерфили. Сильных изменений. Ну тут не есть несколько хороших изменений. Нерфы хорошие по большей части. Опять же. Все еще жалко окрому. Чародейки. А там ничего из того, что у меня есть, почти не бафнули. Ну как? Там в усу немножко. Архангела немножко. Они муши естественно. Призраки снайперы к нерфануле. Для меня не особо сильно такой этот. И очень много интересного я тут не увидел. По большей части это нерфы и небольшие добавления. Поэтому посмотрим. Мне на самом деле, ну не знаю. На 70-80 явно лучше, чем предыдущие. Явно лучше, очень большой. И не просто вода. Что-то хотя бы здесь меняли. Не тупо, да? Вот 10 строчек. И там увеличение урона понижения. Увеличение понижения. Увеличение понижения. Такого не было. Намного лучше, чем обычно. Думаю, на этом можно заканчивать. Кажется, что-то получилось долговато. Вы тоже пишите, обсудим. Мне интересно, каких вам бафнули. Каким нерфанули. Может вас тоже от чего-то помогило. Пишите. Всем удачи. Всем пока. Пока.